Привет, это Навальный. Мы проверили того, кто организовал посадку хабаровского губернатора Фургала. Там все по высшему классу. Засекреченные поместья, незадекларированные земли и родовое гнездо. Все это мы покажем, но сначала о том, что же происходит в Хабаровском крае. Многим кажется, что там все легко и просто случилось. Арестовали губернатора, а все люди вышли на улицу за него и против московской власти. Но на самом деле это долгая и продолжительная битва жителей края с Кремлем. И именно так это и нужно рассматривать. Кремль, лично Путин и путинские ставленники, управляющие Дальним Востоком, ненавидят Хабаровский край и его жителей за то, что те раз за разом выигрывают у них выборы. Начало нашей истории. Сентябрь 2018 года. Путин активно поддерживает кандидата по имени Вячеслав Шпорт. Шпорт член Высшего Совета Единой России. Он уже становился губернатором. В 2013 году он выиграл, между прочим, у того же Фургала выборы. Поэтому для Шпорта не жалеет ни денег, ни телевизора, ни административного ресурса. Однако жители края сказали тогда Путину то, что он слышать совсем не хочет. Ваша власть обанкротилась. Мы за ваших кандидатов голосовать не будем. И во втором туре Сергей Фургал побеждает Единоросса Шпорта, получив 70% голосов. Эта цифра очень важна. Потому что за несколько месяцев до этого были президентские выборы. И Путин набрал на них 66%. И этого он Фургалу не простил. Да, конечно. У нас много губернаторов набирают и 70%, и 80%. Ну, то есть, сколько нарисовал, столько и получил. Но Фургал-то был против власти. И против Единой России. И все равно он набрал голосов больше, чем Путин. С этого момента Фургал враг. И есть специальный человек, организующий войну против него. Это Трутнев Юрий Петрович, полпред Путина на Дальнем Востоке. Человек, который по должности координирует на Дальнем Востоке все эти ФСБ, Следственный комитет, полицию и так далее. Мало того, принято решение наказать всех жителей края. И для этого реализуется такая символическая мера. Столица Дальнего Востока переносится из Хабаровска во Владивосток. Так одновременно и хабаровчан наказывают и помогают в Приморье выиграть выборы Единоросу Кожемяка. До дела эту инициативу довел только Олег Кожемяк, нынешний в Рио губернатор. Одним из первых поддержал эту идею Юрий Трутнев, полпред президента. Ведь нужно понимать, это не просто Хабаровский край сам по себе бузит. Там весь Дальний Восток очень недоволен. Ну так вот, после выборов 2018 года Фургал стал врагом. Потом пришли выборы 2019 года. Мы их прекрасно помним, потому что организовывали на них умное голосование, чтобы единороссов стало меньше. Привет, хабаровчане! Это Навальный. 8 сентября в вашем регионе пройдут выборы в городскую думу Хабаровска и в законодательную думу края. И совмещение умного голосования с тем, что в области сидит губернатор не из Единой России, привело к поразительному эффекту. Единая Россия потеряла вообще все места на выборах в думу города Хабаровска, а в законодательном собрании всего Хабаровского края они получили два места. Почему это произошло? Очень просто. За единороссов голосует меньшинство. Умное голосование помогает большинству не распылять голоса, а отдать их одному кандидату и выиграть. А власть, которая не принадлежит единороссам, не фальсифицирует результаты. Кто выиграл, тот и выиграл. И случилась грандиозная пощечина путинской власти от имени всех жителей Хабаровского края. После этого Кремль говорит ФАС. И Юрий Петрович Трутник уже в следующем месяце вместе со своими следователями, оперативниками и людьми в черных шапочках начинает разбираться с Фургалом любимым способом нашей власти. Они фабрикуют уголовные дела. Проходят обыски на заводе Амурсталь, связанном с семьей Фургала. Арестовывают его помощника Николая Мистрюкова. Тогда же, в ноябре 2019 года, состоялся знаменитый диалог Фургала и Трутнева. В записи, очевидно, делал сам Фургал, который говорит, вы устроили на меня наезд, на меня будет защищать народ. А Трутнев на это ему прямым текстом сообщает о главной проблеме. Рейтинг Фургала растет, а рейтинг Путина падает. Начинают просто умышленно уничтожать рейтинг. Рейтинг власти, рейтинг правительства, рейтинг президента. Причем делают это целенаправленно, профессионально приезжие люди из Москвы. Вы сказали, что образуется движение защитим губернатора, так вас насильственно защищают? Вы не хотите обозревать? Или что происходит, я пытаюсь понять. Потому что вот по цифрам истории выглядит очень грустно, да? Рейтинг ваш растет, а президента падает. После этого все развивается по законам настоящей политики. Фургал публично разносит чиновников, большая часть которых единороссы, и на этом увеличивает свой рейтинг. Сергей Анатольевич, ну дураков же здесь-то нет. Нет, ну в порядке. Ну думаете, что если вы там настроили определенных людей, накачали информацию, да? И пытаетесь давить там через прессу и все остальное, что-то дураки что-то здесь? Федеральная власть по приказу Путина и в лице Трутнева мочит фургала через газеты и уголовные дела. А потом наступают еще одни выборы. Ну уже в кавычках. Это общероссийское голосование. Оно супер важно для Путина, и он надеется, что фургал с запуганной уголовкой организует вбросы, как вот по всей стране организовано. А он не стал. И явка в крае составила 44%, один из самых низких показателей в стране. А указание было рисовать в районе 80%. Ну то есть, как это выглядит из Кремля? Мы тут великие и крутые. А там, черти где, на востоке, наглые холопы в количестве 1 миллион 315 тысяч человек. Под руководством своего губернатора в течение нескольких лет подряд на трех выборах. Нас публично унижают и подают плохой пример всем остальным. Пьяная погонь. Почему федеральные каналы не показывают митинги на ТВ? А зачем? А почему их должны показывать? А если показывать не так, как вам нравится, например, весь этот, всю эту пьяную погонь по ночам? Фургал должен ответить. Его арестованный помощник по имени Мистерюков сидит в камере в Москве. У него онкологическое заболевание. Ему не дают обезболивающее. Человеку в такой ситуации терять нечего. Он даст любые показания на кого угодно. Он и дает. Главным свидетелем обвинения будет Мистерюков. Так его шесть месяцев трамбуют с Лефортовым. Шесть месяцев. По словам его жены, вы можете с ней связаться, пусть она у вас высыпит в Москве. С силой, насилием, психологическим воздействием только два часа сна всячески давили, чтобы он дал показания на Фургала. Он его был компанер, партнер. Вот все равно, видимо, сказали. Или ты давишь показания на Фургала, чтобы было объективное заключение. Или пойдешь как соучастник. Он пишет, что Фургал причастен к убийствам 15-летней давности. Фургала моментально арестовывают. Его тоже вывозят в Москву с самолетом. А дальше начинают судить закрытым судом. И всем понятно, почему доказательств нет. И если процесс будет открытым, и тем более пройдет в Хабаровске, то все убедятся, какую фальшивку состряпали ФСБ и СК под руководством полпреда Трутнева. Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было 100% железного обоснования. Ну а дальше вы знаете. Улицы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов наполнились людьми. Масштаб манифестации такой, что, например, для Москвы это означало бы там 700 тысяч человек. И это происходит несколько дней подряд. Тем не менее, Путин решил расквитаться за унижение. И сам, в свою очередь, поунижать жителей Хабаровского края. Он назначил им нового губернатора. Михаила Дегтярева. Который до этого Хабаровск видел только на пятитысячной купюре. Еще я готовлюсь полететь в космос в 2021 году. Уже согласована программа на возвращаемой капсуле. Частный космический корабль компания «Космокурс». Илон Маск отдыхает вообще. Дегтярев был моим конкурентом на выборах мэра Москвы. И получил тогда 2,5%. Потом он еще раз ходил на московские выборы и набрал 6,5%. Тысячи людей идут по городам Дальнего Востока и кричат «Нам нужен местный губернатор, мы хотим сами его выбирать». А Путин с улыбкой назначает им одного из мальчиков вокруг Жириновского. Открою пасть. Смотри, кариеса нету. Языки розовые. Челюсть хорошая. Почти леопат. И я, как будущий мэр Москвы, тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю буду ходить. Это классика. Это русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку. Приняли Дегтярева соответствующе. И я надеюсь, что это публичное унижение хабаровчане не проглотят. Взял с собой икону Валаамской Богородицы и своих ближних помощников. Дегтярев, уходи! Дегтярев, уходи! Но это все было очень долгое вступление к расследованию про другого человека. Я призывал и призываю всех поддержать жителей Хабаровского края, кто чем может. И вот это наша поддержка из ФБК. По сути, противостояние идет по принципу Дальний Восток против Путина. На практике это полпред Трутнев, выполняя волю Путина, сажает фургала и пытается восстановить позиции Единой России в крае. Случилось то, что случилось. Губернатор Хабаровского края арестован. Но вся машина регионального управления должна работать. Трутнев, кстати говоря, сам член высшего совета партии и один из главных единороссов страны. В 2013 году Трутнев был назначен полпредом на Дальнем Востоке. Здесь как раз тот случай, что не нужно быть политологом, чтобы понять, чем он занимается. Это прямо в должности и прописано. Полномочный представитель президента. То есть он прямо воплощение Путина. Специально для вас, дорогие хабаровчане. Никому, кроме Путина, не подчиняется. Исполняет его личные указы и планы. От его лица занимается вашими проблемами. И предстает перед вами, как олицетворение законности. Он очень честный и правильный. И будет наказывать тех, кто нарушает закон. Давайте же проверим, имеет ли право Юрий Петрович Трутнев получать вас, хабаровчане, как вам жить. Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо. И у меня есть на это все основания. Трутнев почти четверть века на госслужбе. Один из крупнейших российских чиновников, но широкой аудитории неизвестен. Вы, хабаровчане, его знаете чуть-чуть лучше, чем среднестатистический россиянин. К вам он, судя по новостям, приезжает аж один раз в году. Повезло вам. И каждый раз с важным видом осматривает хозяйство. То аэропорт, то школу, то секцию самбо. Но совершенно никто, ни на Дальнем Востоке, ни в остальной России не понимает одной важной вещи. Где Юрий Петрович берет деньги? Загадка дыры! Это самая большая загадка про Трутнева. Там аномалия, так аномалия. Доход за 2018 год полмиллиарда рублей. Такие суммы сложно воспринимать, но сравните со своим месячным доходом. Трутнев зарабатывает в месяц 45 миллионов рублей. То есть примерно в тысячу раз больше, чем обеспеченный хабаровчанин. За 2017 год у Трутнева 377 миллионов. За 2016-й 357. И точно так же во всех декларациях, которые мы смогли найти. С 2006 года Трутнев постоянно декларирует сотни миллионов рублей дохода в год. И с каждым годом эта цифра только растет. Ну и мы, конечно, не могли не заинтересоваться этим. Но тем более прямо напрашивается человек только на его автопарк. Взгляните. Порш Каен, БМВ Х6, Мерседес МЛ, снегоходы, квадроциклы, ну и так далее. Изучение имущества Трутнева показывает нам, что он достоин войти в список самых лучших и самых жирных единороссов. Но даже когда мы разгребли сотни выписок, справок и документов, перечитали все, что было написано о чиновнике Трутневе за последние 25 лет, мы так и не узнали ответ на главный вопрос. Откуда деньги? Юрий Петрович Трутнев занялся бизнесом в начале 90-х. И как это было с бизнесменами того времени, занимался всем подряд. Импортировал спортивное оборудование, оргтехнику, открывал в Перми магазины. Основные деньги он, как пишут, сколотил на импорте в Россию шоколадок из Швейцарии, киндер-сюрпризов и всяких других дефицитных конфет. С российской стороны этим занимался Трутнев, а с швейцарской стороны действующий на тот момент сотрудник СВР Олег Черкунов. Оба они, кстати, потом по очереди стали губернаторами Пермского края. Но длилось это не то чтобы долго. Уже в 96-м году Трутнев выдвинулся в мэры Перми и выиграл эти выборы. Юрий Трутнев ясно мыслит и мало говорит. Петрович – работяга. Его партнер Черкунов вернулся тогда из Швейцарии в Россию и вместо Трутнева стал заниматься их бизнесом. А Трутнев занимался Пермью. Чиновничья карьера у него сложилась неплохо. И через 4 года в 2000-м он выиграл и губернаторские выборы. Возглавил Пермскую область, которую потом объединили с Коми-Пермятским округом. И получился Пермский край. То, чего хотим мы, хочет и Юрий Трутнев. Наши желания совпадают. Вместе с Трутневым все у нас получится. Еще 4 года там и Трутнева отправляют в Москву на пост министра природных ресурсов. И в правительстве он отработал 8 лет. Ну а дальше вы знаете. Дальний Восток. Возможно ли совмещать должность мэра, губернатора и федерального министра с занятием бизнесом? Конечно нет. Это невозможно и юридически, ну и физически. Либо управление огромным регионом, либо бизнес. На то и другое одновременно не хватит времени, ну и конфликт интересов. В общем свой бизнес, который к началу 2000-х превратился в крупную сеть оптовой и розничной торговли, Трутневу в любом случае надо было продавать. И он ее продал. Правда, когда именно, тут показания разнятся. Где-то сказано, что еще в конце 90-х. Где-то сказано, что перед переездом в Москву. Но в рассрочку. В общем, никакой ясности. Но мы придумали, как это выяснить доподлинно. Раньше в Единой России практиковался такой политтехнологический трюк. Партийные списки на выборах в Госдуму составляли из популярных в регионах политиков. Известных, узнаваемых. За них люди голосовали охотно. А потом, когда они побеждали, эти политики отказывались от своих мандатов и передавали их менее известным мелким единоросам, которые вместо них оказывались в Госдуме. Вот и Трутнева использовали как такой паровоз. Он как бы участвовал в выборах в Госдуму дважды. Хотя все время был министром. И на самом деле, конечно, не собирался ни в какой парламент. Но для нас это важно потому, что каждый кандидат в Госдуму подает очень подробную предвыборную декларацию. В которой, в отличие от обычной декларации, указывается и полный список акций, которые им принадлежат, а также остатки на всех личных банковских счетах. Поэтому очень просто подтвердить, что же там у Трутнева с бизнесом. Вот его предвыборная декларация за 2006 год. Смотрим, чем владеет и понимаем, что никакого бизнеса уже нет. Доход огромный есть, 134 миллиона. Но вроде как уточнено, что это от продажи имущественных прав. Наверное, речь идет как раз об этом бизнесе. Перепроверяя в предвыборной декларации за 2010 год. И никаких акций не появилось. Таким образом, уже много-много лет Юрий Трутнев не может получать дивиденды по акциям какого-то бизнеса. Откуда тогда полмиллиарда дохода в год? И со всеми единороссами. Одна и та же история. Шувалов, Володин, Мишустин. Вот только что Шапошников. Какая-то легенда про бизнес в 90-х. Потом десятилетие на госслужбе. И все они миллиардеры. И вот Трутнев точно такой же. Был бизнес. Он его продал много лет назад. Потом много тратил. Покупал дома, квартиры. Мазерати и Порше. Но тем не менее, богатеет и богатеет. Богатеет и богатеет. Доход все больше и больше. Вот у вас, если есть деньги, вы их тратите. Денег становится меньше. Но если вы путинский министр или полпред, то экономические законы работают иначе. Сколько бы вы ни тратили, а все богаче и богаче становитесь. Поэтому я предлагаю всем жителям Хабаровского края и Дальнего Востока любой разговор с Трутневым начинать с вопроса. Объясните, откуда ваш огромный доход? Во что вы такое вложились в конце 90-х, что прямо денежная река в ваши карманы течет? Сколько ни трать, а становится все больше. Еще одна маленькая деталь. Идеальная характеристика Путинса и Единороса. Чиновник-мультимиллионер с безумным доходом. И он в 2005 году выпрашивает у государства казенную квартиру. Хорошую и дорогую, 153 метра на Ротчельской улице. А потом он ее приватизирует на своего 11-летнего сына Александра. Ну, нуждающийся, понимаете? Вот в Хабаровске давно ли людям раздавали бесплатные квартиры? А Трутнев ее получил. А потом продал своему давнему бизнес-партнеру. То есть заработал, просто вынув эти деньги из нашего кармана. У Трутнева, кстати, до сих пор остался гараж в этом доме. Ну, понятно, если у тебя столько Порш-Каенов, то нужно много гаражей, чтобы их хранить. Теперь переходим к теме, которая очень бесит. И надеемся, что она будет упомянута на тех самых митингах в Хабаровске. Вы знали, что Трутнев у нас это сверхважный объект, за информацией о котором охотятся все спецслужбы мира? Слышали о секретной программе ЦРУ по похищению стратегически важного полпреда в Дальневосточном округе? Я нет. Но очевидно, такие программы существуют. И Трутнев ежеминутно находится в дикой опасности. Ведь все его имущество засекретили. Вы его не найдете ни в одной официальной базе. Но что-то мне все же подсказывает, что Трутнева прячут не от МОСАДа и не от ЦРУ, а от вас, дорогие мои зрители с Дальнего Востока. Чтобы вы, сидя в своих панельных двушках, за которые еще и платите 6 тысяч за коммуналку, никогда и ни за что не узнали, где и как живет ваш полпред. Путин бережет ваши нервы. А я не буду. Смотрите. Последняя выписка, в которой Трутнев еще не был засекречен, это выписка на его дом в Серебряном Бару в Москве. Она у нас сохранилась с 2016 года. Мы запасливые. Вот так эта выписка выглядит сейчас. Вместо Трутнева Российская Федерация. А дальше совсем плохие новости. Эту недвижимость Российская Федерация, то есть Трутнев, продал в 2018 году. И все. Теперь, чтобы не покупал Трутнев в будущем, об этом невозможно будет узнать. Везде вместо его имени будет значиться Российская Федерация. Мы в Фонде Борьбы с Коррупцией воспринимаем это как личный вызов. Вызов обнаглевших, проворовавшихся единороссов, которые считают, что мелкие людишки типа нас не имеют права знать, где они живут. Имеют. Мы вооружаемся свежей декларацией Трутнева и видим, что в 2018 году одновременно с тем, как исчезает вышеупомянутый участок, появляется новый. И Трутнев явно расширился. Участок теперь в два раза больше. 72 сотки. Дом тоже в два раза больше, чем был. 820 метров. И даже еще один дом появляется. Ну, видимо, гостевой. И мы были готовы перевернуть с ног на голову все кадастровые карты страны, чтобы найти участки с такими домами. Но этого не понадобилось. Новый дом Трутнева обнаружился за несколько минут, ведь он расположен совсем рядом со старым. Сначала объясню, где мы. Это Серебряный Бор. Памятник природы на западе Москвы. Прямо в черте города. Огромный искусственный остров, на котором живут несколько десятков самых богатых людей России. И понятно почему. Место чудесное. До центра Москвы минут 15 на машине. Но при этом живешь как в деревне. Сосновый лес, свой пляж, тишина, спокойствие. Из-за расположения природных условий недвижимость здесь стоит дороже, чем на Рублевке. А вот и новенький дом самого Юрия Петровича Трутнева. Трехэтажный деревянный терем. Прямо у кромки воды. Такая огромная люксовая изба. 820 метров. Три этажа. На участке еще есть две избушки поменьше. Для гостей и прислуги. Давайте поближе рассмотрим главный терем. Там такое чудесное зодчество. Посмотрите, какая красота. Балконы, террасы, парадная каменная лестница, резьба по дереву. Такая русская. И охраняет терем диковинные животные. Два слона и две антилопы. Жить в Серебряном Бару невероятно дорого. Оглянитесь вокруг и поймете почему. Прямо сейчас дом в два раза меньше и сильно менее шикарный, чем Трутневский, продается за 1,2 миллиарда рублей. То есть его теремок мы можем смело оценить в 2 миллиарда рублей минимум. А теперь у нас есть важное дело. Нужно полпреда Трутнева отправить в отставку. Причина номер один. Вот в этой графе в декларации чиновник обязан отчитаться обо всех крупных покупках, если их стоимость превышает его доход за 3 года. Нужно написать, откуда, собственно, взял деньги. У Трутнева, как вы видите, в этой графе пустота, несмотря на покупку нового дома. Его суммарный доход за 3 предыдущих года – 888 миллионов рублей. Но только кадастровая стоимость приобретенной им недвижимости – 960 миллионов. Рыночная, как я уже говорил, больше 2 миллиардов. Трутнев был обязан читаться о том, откуда у него такая сумма, но не сделал этого. Причина для отставки номер два. Еще более важная. Давайте вот еще раз внимательно посмотрим на участок Трутнева. Вот это 7019 задекларированных им квадратных метров. Видите проблемку? Участок на самом деле в два раза больше. Он соединен с соседним участком 6874 квадратных метра. Полпред Трутнев фактически пользуется соседним, оформленным на несвязанное с ним юрлицо, участком. Но это никак не проходит по документам и не декларируется. Вот смотрите, он даже тропинку специально проложил от своего дома к чужому. Сомнений никаких. Это единый участок, общей площадью почти полтора гектара. Вот спутниковые снимки за 2017 год. Это еще до покупки участка Трутнева. Забора нет. Вот 2018 год. Трутнев покупает участок. Апрель. Забора нет. Май. Забора нет. А тропинка уже есть. Июнь, август все точно такое же, как сегодня. Это значит, что в декларации за 2018 год Трутнев был обязан указать соседний участок, которым он пользуется. Раз участка в декларации нет, пожалуйста, уходите в отставку, Юрий Петрович. Так что Хабаровск и весь Дальний Восток. На следующий митинг смело добавляйте лозунг. Трутнева в отставку. Трутнева под суд. Он врет в декларации. Он обманывает. Он не имеет ни малейшего права учить вас жизни и законности. С московским гнездышком полпреда Трутнева мы разобрались. Но вы знаете, что это же не единственное место его жительства. Хотелось бы сказать, что вот сейчас мы перенесемся в Хабаровск или Владивосток по месту работы. Но увы. Родовое гнездо и главное пристанище Трутнева расположены в 5000 километров от Хабаровска, в Пермском крае. Вот тут, в поселке Полазно, Юрий Петрович родился в 1956 году. А вот тут, буквально в трех километрах, через 50 лет он основал свое родовое гнездо. Этот поселок называется Лукоморье. И считается одним из самых шикарных мест для проживания недалеко от Перми. Место и правда супер. На берегу реки Камы, глухой лес и деревянные домики, между которыми нет даже заборов. Мы пролетаем над рекой и направляемся к небольшому полуострову. На первый взгляд нет ничего необычного, ну разве что кроме вот этого аккуратного ангара и новенькой вертолетной площадки перед ним. А вот притаилась еще одна вертолетная площадка, небольшая, но для посадки легкого вертолета вполне достаточно. Загадка, для чего тут целых две вертолетные площадки, решается очень просто. Весь полуостров, соседняя земля и строение на них это дача семьи Юрия Трутнева. Их поместье раскинулось почти на три гектара. Туда же есть небольшой залив, где стоят два катера, два гидроцикла и какой-то классный двухэтажный плот. На плоту написано «Батя». Мы, конечно, поискали его в декларации Трутнева-старшего, но не нашли, как и другого водного транспорта, который мы видели. Поднимаемся выше и летим чуть вперед. Видим торчащий на деревьях флюгер, нам точно туда, ведь здесь очередной, еще более затейливый терем. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Полпред по дальневосточному федеральному округу. Дом хорошо спрятан за деревьями, но мы все равно можем его чуть-чуть разглядеть. Метров 800, не меньше. Отлетаем чуть в сторону и видим гидроцикл и строение на берегу. Сын Трутнева Александр у себя в соцсетях называет его «банькой». Сравните фотографии, все сходится. Это именно то здание. Строиться тут начали в 2008 году, причем сразу хорошо законспирировались. Гектары, которые мы облетаем, официально в аренде. У фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на еще одного, самого старшего сына Трутнева, Дмитрия. Мы нашли и свежее решение суда. Компания Трутнева судилась с местным Минприроды. Министерство хотело увеличить ежемесячную арендную ставку, но ничего не вышло. В следующие 45 лет Дмитрий Трутнев будет арендовать здесь 2 гектара земли всего лишь за 30 тысяч рублей в месяц. Как видите, если в Москве Трутнев шифруется с помощью коррумпированного Росреестра, но просто стирает записи о себе, то в Перми он хозяин и барин. Формально ему здесь вообще ничего не принадлежит. Все как бы государственное и как бы в аренде у сына. Дома вообще не стоят на учете. Ничего официально не оформлено. Но все знают, тут живет государственный человек с дачей, банькой и вертолетной площадкой. То, чего хотим мы, хочет и Юрий Трутнев. Наши желания совпадают. Вместе с Трутневым все у нас получится. Кстати, что касается старшего сына Дмитрия Трутнева. В одном из интервью его папа чиновник философски так и рассуждал, что мол, ну должны же дети министров тоже в жизни чем-то заниматься. Вот и его парень занимается. Но ни в коем случае это никак не связано с папой. Цитирую нашего полпреда дословно. Старший сын взрослый и волен заниматься чем угодно. Хотя, если он будет что-то делать в сфере недропользования, то мне, наверное, будет очень стыдно. Какие хорошие и мудрые слова. Но знаете, чем занимается сын Трутнева? Добычей и переработкой нефти. У него есть доля в совместном предприятии с Лукойлом. И только в этом году они получили 4 новые лицензии на разработку месторождений в Пермском крае. Таким образом, Юрий Петрович Трутнев, по его собственным словам, должен ежедневно, ежечасно просто сгорать от стыда. Но почему-то не сгорает. Еще раз для ясности. Папаша 8 лет проработала министром природных ресурсов. А сынулька зарабатывает на этих природных ресурсах нефти и газе. Наверное, очень сложно ему получать лицензии. Он их выгрызает в конкурентной борьбе. Бизнес-партнеры Трутнева-младшего. Ровно те же самые люди, с которыми папочка делал бизнес в 90-е годы. У фирм, связанных с этими людьми, он покупал свою московскую дачу. И через них же продавал квартиру. Так кто, простите, тут занимается нефтяным бизнесом? Младший Трутнев бизнесмен или старший Трутнев чиновник? Вот вам и суть этого противостояния. Банда. Самая настоящая банда, которая прикрывается именем партии «Единая Россия» или партия сторонников президента Путина. И эта банда просто съедает всю страну. И на их пути оказались сейчас жители Хабаровского края, которые по каким-то своим причинам начали голосовать против них. Губернатора своего выбрали, отказались подделывать выборы, на митинги пошли. И это угроза для банды. Банде страшно. Потому что людей вышло столько, что они могут все разнести к чертовой матери. И никакая Росгвардия не поможет. Поэтому сейчас они обманом, подкупом, пропагандой попытаются решить вопрос. Замылить все, растянуть по времени, дождаться пока люди устанут. А потом протесты задавить, а фургала сгноить в тюрьме. Требования протестующих абсолютно законны и совершенно понятны. Первое. Если фургал виноват и есть доказательства, то возвращайте его в Хабаровск и судите открытым судом. Второе. Мы хотим сами выбирать губернатора. И третье. Мы больше не хотим единую Россию. Но добиться этого Хабаровский край может только при поддержке всей страны. Каждый из нас должен помочь им победить цензуру и прорвать информационную блокаду. Поддержать их любые акции, митинги, демонстрации, забастовки. Мы все надеемся, что они не признают Дегтярева губернатором и не дойдут себя обмануть и не уйдут с улиц. Путина подсут! Путина подсут! Путина подсут! Путина подсут! Как минимум Сибирь и Дальний Восток могут провести акции солидарности и тоже выходить на улицы. Там во всех крупных городах настроения такие же, как в Хабаровске. И все эти акции, если они будут, тоже нуждаются в нашей поддержке. И главное. Кремль сейчас просто мочит Хабаровский край, потому что это единственный регион, где Единая Россия потеряла все голоса. Мы с вами должны сделать несколько таких регионов. Хотите, как в Хабаровске? Ну так записывайтесь в умное голосование прямо сейчас. Ссылка в описании. Оно сработало там и сработает у вас в городе. Если мы объединимся и всех, кто против власти, туда затащим. В сентябре выборы в 31 субъекте. И либо мы отнимем часть места у единороссов, либо они снова нас скушают. Это будет долгое, утомительное противостояние. Но на кону стоит наша страна, а другой у нас нет. Подписывайтесь на наш канал и поддерживайте свободных людей Дальнего Востока.